проехал 58 километров как вы видите я очень плохо выгляжу потому что я не рассчитал дистанцию для меня перебор да не верьте этим всяким кто ведет видео дневники на сайте youtube.com то что 100 километров можно проехать без подготовки полная неправда на мой взгляд если конечно человек не тренированный подготовка должна быть капитальная проехал 58 километров передышками мне кажется я сейчас умру смотрите это видео значит я не умер и доехал мне еще ехать 8 километров не знаю как я буду ехать я сижу непонятно где значение понятно где то тут карьер какой-то что ли люди карьеры я так понимаю любится снт любится или или как или подчеркивай на в общем неважно меня ужасно устал повлияло то что я выступал на соревнованиях и наверное не восстановился потом еще занимался еще наверно наверно надо вот перед такими дальними поездками на мой взгляд дальними ничего не делать так особо не утомляться короче ребята это инициатива не из лучших надо видимо несколько лет тренироваться длинную дистанцию на велосипеде вот мы велосипед то гибрид келес чехословацкий ой то есть чешский ну в общем чувствую себя отвратительно несмотря на то что брал брал делал самодельный изотонический спортивный напиток брал также часть сахаром также питание также заходил к пятерочке он купил конфет немного с арахисом чувствую себя ужасно вообще морел это видео где можно написано стой хорошо я дурак не поехал 100 километров тогда но я еще не знаю далее доеду ли и размещу ли это видео не верьте это не я никогда не верьте тем вот как это по-английски блогер такие они как бы такой он и снимает вот ради просмотров и прочего она советует с реальными тренерами специалистами нормальными и адекватными людьми и повторяйте моих ошибок она поеду дальше что делать надо ехать дальше то что я уже начал замерзать и уже поздно ими еще завтра по делам ехать рано утром ну не рано утром ну в общем плюс сейчас там всякий такой своеобразный экстрим вот так на дальнюю дистанцию ехать понятно куда поэтому в лент это ужас вообще зачем вот я как мог повестись да вот на это все насмотрелся вот это все наслушался в общем я только оказался дома меня увезли на скорой помощи мне по дороге стало плохо я попросил помощи у прохожих они помогли вызвали скорую принесли воды я попросил медаль таблетку диагностировали могли снять кардиограмму что не трясло все и давление очень сильно поднялось и не помню вам был очень сильный покое кстати благодарен обнинским медикам города обнинска прыгать скорой помощи очень вырос уровень ничего не ругались него дни не обзывали что я якобы там какой так вот я докатился доигрался с этими я ехал по трекеру там теперь три рекорда в общем блин это все опасно так поступал бегу на 9 мая тоже какая-то акция спортивная там бег с километров какой-то бывший военный помыли что такое зала что они мне сказали что могли сахару в норму то есть он попал вообще в реанимацию не могли у него сах но это вывести то есть это прямо на полном серьезе это все не шутки такие нагрузки давление поднялось и адреналин видимо тоже то есть мышцы сжимались разжимались меня трясло кружилась голова там все плыло плыл 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 это там вообще страшные вещи какие-то врачи мне сказали что это все очень серьезно что это пипец это можно на всю жизнь стать инвалидом типа того диабет сахарный или или этот сердечный достаточно тоже вот такие дела вот так вот я решился с ты сколько там 30 40 километров я уже понял что я выдохся весь но тем не менее поехал чтобы доехать до города проехать там останавливался много раз там еще ехал потом вот прям вообще плохо плохо стало прям прям так плохо что капец когда уже уже был в обнинске понял что не могу идти не могу двигаться какие-то запахи появились во рту в носу и чё-то я но вообще не мог у меня начало трясти потом вот после этого я просил помощи танка увидел дошла женщина и парень бегом по занимается снимать он побежал мне воды принес молочек красавица щепарит ау там съел тряс фигово было стал чуть получше но привезли прям покой мне там опять затрясло вот уже не так может сильно после укола вообще по ремене шатала немного вот довезла на машине меня моя мама спасибо скорой помощи настояли позвонить маме вот такое дело ехать по пульс умереть пульс не сильно чтобы не было вот эту сердцебиение количество частоты но видимо где-то все равно где-то прибавил где-то убавил не рассчитал дистанцию поэтому лучше вот что-то одно делать легкая ну не и на работе помню плохо остановилась когда-то тоже до грузки очень большие вы